Мы его теряем. Что будем делать? Как что? Будем выправлять этого хорни с кулака. Очухался хорни? Тогда начнем. Всем привет мои любители 2д девочек и мальчиков. Грифы недавно запустили Нирллайт Реоран, но всех будет интересовать следующий вопрос, а что дальше? Ну на это я могу ответить. Дальше? Нет, 18 апреля нас ждет подготовка к 11 главе. На протяжении недели будут давать награды. Каждый день будут давать небольшие вкусняшки. На пятый день дадут скинчик на стюарда. Выглядит неплохо и красиво, это мы забираем. Возможность забрать все будет доступна до 2 мая. Кроме того будут доступны вторые модули на Ангелину и Даск. Модуль на Ангелину будет давать дополнительный эспериген и дополнительную скорость атаки для себя и союзников. А на Даск уменьшение стоимости самого оператора, а также на втором и третьем уровне Даск будет вызывать дополнительного пиздюка. Сама же Даск будет восстанавливать дополнительные эспешки в секунду. Помимо этих модулей, нас ждет очень сочный баннер с тремя 2D-девочками. Особенность этого баннера объясняется следующим образом. Храсс. Секундочку. Хм-хм. Мы как дипогрифы, которые любят своих игроков, преподносим этот баннер, чтобы вы потратили свои запасы орундума и оригинита и чтобы у вас осталось нихуя в запасах на Техас Альтер. С любимыми пожеланиями, ваша команда разработчиков Грифы и Лоу Лайт. Если потратите все, не фритовые стяжи Лоу Лайта в подарок. Хэлхэй. Благодарю. В общем так оно и есть. В этот баннер попадают три шестизвездочных оператора. Матрок, Сайлич и Хорн. Три очень хороших оператора. Грифы как обычно сыпят соль на рану. Все потому что шанс дропа 100% одного из трех операторов с этого баннера. Остальных вырезали. Спасибо Грифы. Дальше идут три пятизвездочные операторы, которые падают с шансом 60%. И три четырехзвездочные операторы, их шанс 45%. После Нирл Лайт у нас идет одиннадцатая глава, а с ним, новый баннер с шестизвездочным оператором-суппортером, Стеймлесс. И еще двумя операторами, Паприка, и Тоттер. Выглядит красиво. И Хартен Элите второй. А вот Стеймлесс помимо того, что прикольно выглядит, больше ничем не примечательный оператор. Стоит ли пулить? Все зависит от того, насколько вы готовы отказаться от Альтер Техас. Ибо Гипергрифы выпустили так себе суппорта. Более подробно расскажу, когда будет поближе его баннер. Итак, одиннадцатая глава. С нее мы с Лутом много интересного, а вместе с ним новый ресурс, и ресурс этот, соль. Нет обычной соли этой игры. Вот так выглядят, все виды соли. По тиру ресурсов, Тир 3, Тир 4, и Тир 5 солевое. Где фармить надо, вынесено на табличке, из чего делает Тир 5 соль тоже. Кстати на одной из карт ее можно получить один раз, на какой именно найдете сами. Хых, помимо соли, ресурсов и получения оригинита мы получим пятизвездочного оператора, Дагда. На нее будет возможность потратить соль. Но это в случае, если у вас нет маунтейна, или вам понравился персонаж. Ее токены можно будет забрать с одиннадцатой главой. Также будут новые и старые скинчики. Начнем со старой коллекции. Астезия Арчета. Стоимость Астезии 15 апельсинчиков. У Арчета 18. Теперь же перейдем к новой. Довольно прикольная и красивая. Начнем с девочек. Красивая Каземару Ирис. Каждая стоит своих картинок. Стоимость Каземару 15 апельсинов. А у Ирис 18. Ну и самый четкий и прикольный тип, что обдерет тебя по самые трусы. Ли. Л2Д скин за 21 апельсин. Мошенник ебаный. Показывающий приколы с картами. С этим закончили. Перейдем к главному событию. Иль Сиракузанна. Основном из-за него половина коммунити сейчас течет. Из главного, это Техас Альтер. Шестизвездочный лимитированный оператор. И ее арт, на элите второй. Л2Д завезу позже. И Пинанс. Красивая волчица с большим молотом правосудия. О великая Пинанс, ударь меня пожалуйста своим огромным молотом. Заткнись Храсс. Ну и арт волчица на второй элите. Оба персонажа, в которые стоит вложить свои запасы круток. Что ж, а дальнейшие подробности будут ближе к выходу самого ивента. Про девочек, и мальчиков которые входят. Также модули, ресурсы, магазины скинчики. А там очень много красочных л2д. Придется продать почку. Главное не забывайте сохранять свои запасы круток. Однако вам решать на что тратить. Почему я промолчал про третий рогалик. Все потому, что а что о нем рассказывать. Рогалик как рогалик. Чуть лучшая версия рогалика с фантомом и все. Завезут кубики и проклятие. Новая ветку прокачки, предметы и события. Дальше вы сами будете разбираться. Ну а я буду с вами прощаться. Нужно еще немного принять соли. Ой. То есть посмотреть что там ёбстары запланировали. Всем приятной игры и прохождение вентонерлайт. Всем добра, всем бобра, соли соли.